Вне зоны отдыха ныринмарцы продолжают захламлять зеленая зона. К чему приводит равнодушие горожан, расскажет Валентина Чебичек. Хозяева оставляют их прямо здесь, в лесу. За общим столом в Ныринмаре съехались главы поселений, чтобы получить ответы на самые значимые вопросы. Первые итоги встречи уже подведены. Народ реально там встал и очень бурно обсуждали, что нельзя этого делать. Помогите, нам надо ее сохранить. Кредитная история. Ненецкий округ возьмет в долг у государства. Всему виной дефицит бюджета. Нас оценивают как регион с не очень высоким качеством планирования. Ненецкий округ возьмет в долг у государства. Крайней мере привел дефицит бюджета 2015 года и последующих лет. Окружную казну ждет значительное сокращение доходов и расходов в размере 20-25%. Такие данные привел руководитель Департамента финансов Владимир Бланк на публичном слушании по исполнению бюджета 2014 года. Доходы бюджета прошлого года ожидали на уровне 9 миллиардов 691 миллион. В течение года окружная казна выросла до 15 миллиардов 86 миллионов. Финансисты корректировали бюджет 7 раз. Рост доходности был обусловлен увеличением поступлений от Харьягинского месторождения и налога на прибыль. За счет дополнительного финансового потока увеличилась и расходная часть с чуть более 12 до 15 миллиардов рублей. Денежные средства направлены на увеличение социального пакета, капитальных вложений и субсидирование юридических лиц. Владимир Бланк особо подчеркнул, максимальный вес в бюджете прошлого года занимали поддержка национальной экономики, ЖКХ, здравоохранение и самое главное социальное обеспечение. И несмотря ни на что снижать эти расходы округ не намерен. В принципе в бюджете 2015 года данная ситуация примерно сохраняется, но она четко совершенно свидетельствует о фокусе нашей бюджетной политики. Он предполагает наличие значительных средств на развитие, порядка 12-15%, но и заметного социального пакета, значительно большего, чем в других субъектах федерации. На основании опыта исполнения бюджета прошлого года и нынешней экономической ситуации впереди ожидается значительное сокращение расходов и доходов бюджета в размере 20-25%. Дефицит бюджета и госдолг в течение нескольких лет будет расти, отметил также руководитель департамента финансов. В связи с этим сегодня администрация округа предпринимает все необходимые меры. Утверждена программа социально-экономического развития региона. При подготовке бюджета на 2016 год будет проведена инвентаризация всех расходных полномочий, и с тем, чтобы отказаться от неэффективных, непредусмотренных законодательством расходов. Это напрямую касается одной из самых затратных статей бюджета социального обеспечения. Как не раз говорил глава региона, социальная поддержка должна основываться на двух принципах – адресности и нуждаемости. Дома навиаторам сдали в конце декабря месяца. Вот еще елочки не успели погаснуть. Значительная часть этих квартир была сдана в аренду. При этом совершенно очевидно, что сдали их не столько для того, чтобы денег заработать, потому что у людей есть соответствующее жилье. Поэтому подчеркиваю, мы не касаемся, нужно это делать или не нужно. Обязательно нужно. Но просто принцип адресности и нуждаемости, он должен быть реализован в нашем социальном пакете. Среди высказанных предложений были названы также совершенствования системы оплаты труда, государственных, муниципальных служащих и работников бюджетной сферы, оптимизация системы субсидирования юридических лиц, администрирование всех источников доходов окружного бюджета. Ирина Цепитова, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Создание единой кадровой службы в органах исполнительной власти округа, профессиональная подготовка, повышение квалификации гражданских служащих и формирование кадрового резерва на конкурсной основе, а также его эффективное использование – таковы приоритетные направления кадровой работы в органах исполнительной власти региона. Об этом депутатам окружного парламента рассказал руководитель аппарата администрации НАО Сергей Ружников. Он отчитался перед законодателями по основным направлениям деятельности. В ходе обсуждения предоставленного доклада председатель собрания Антолий Мяндин высказал мнение, что нужно направить усилия на подготовку местных кадров, работать с выпускниками школ и учебными заведениями по линии госслужбы. Еще один вопрос касался организации рабочих мест удаленного доступа МФЦ для реализации принципа «одного окна». Сейчас в общей сложности работает 20 окон в различных муниципалитетах, включая город и поселок искателей. До конца 2015 года в округе будут открытые удаленные рабочие места еще в 8 муниципальных образованиях. В ходе беседы затронут вопрос о совершенствовании наградной политики в округе. Она несовершенна. Как пояснил Сергей Ружников, основной проблемой в этой сфере остается низкая активность органов исполнительной власти и местного самоправления округа по выдвижению кандидатов для награждения. Реальным инструментом решения проблемы может стать организация выездной разнительной работы на предприятиях и учреждениях округа. Работа непосредственно с коллективами и кадровыми службами организаций. В столице региона стартовал трехдневный семинар с главами муниципальных образований округа. Запланирована обширная программа. Она включает учебно-консультационные встречи с руководителями различных ведомств и организаций. За эти дни главы сельских поселений получат ответы на все вопросы, которые накопились у них с прошлой большой встречи. Первый день семинара начали, пожалуй, с одного из самых проблемных для села вопросов занятости жителей. В большинстве населенных пунктов округа зарегистрирован высокий уровень безработицы. Напряженность заключается в том, что свободных вакансий на селе попросту нет. Большинство работает в муниципальных организациях, коммерческий сектор развит очень слабо или не развит вообще. По словам начальника управления труда и занятости Марьяны Кисляковой, главы муниципальных образований на местах могут предпринять попытки к обеспечению занятости населения. Может заключаться в формировании муниципального банка вакансий, временных, сезонных, общественных работ и рабочих мест. Также в формировании заказа на общественные работы на территории муниципального образования, а также в поддержке начинающих предпринимателей. Есть такая услуга, как самозанятость. Кроме того, сегодня в селах складывается хорошая ситуация по летнему трудоустройству подростков. 173 ребенка обратилась за содействием по трудоустройству, уже приступили к работе 95 несовершеннолетних. Конечно, детей, желающих работать больше, но сказывается отсутствие вакансий на селе и возможности окружного бюджета. Одним из серьезных вопросов для обсуждения стало законодательное установление статуса староста населенного пункта округа, либо части территории населенного пункта. Разговор о системной оплате труда староста и закрепление его как штатной единицы администрации муниципального образования, ведется уже давно, но для этого не было никакой правовой основы. А между тем староста – это незаменимый на селе человек. Мы получили ситуацию, когда действительно хорошего старосты в поселениях не стало, потому что люди стали искать работу, которая будет запись в трудовые книжки и которая будет гарантировать им заработок. Ведь нужно очень хорошо понимать, что староста на селе – это, по большому счету, правая рука главы муниципального образования. Сегодня староста работают по договорам гражданско-правового характера. И иногда могут получать разовые выплаты в виде поощрения. Скоро эта ситуация изменится. Старосты станут штатными работниками администрации с заработной платой. Также было предложено дать главам муниципальных образований право самим выбирать – назначать старосту или выбирать его путем голосования. Соответствующий проект закона со всеми внесенными рекомендациями и предложениями будет внесено рассмотрение собрания депутатов до 10 сентября текущего года. Ирина Цепетова, Антон Водряков, Телеканал «Север». И смотрите далее в выпуске. Под покровом креста дорогу на Ринмарусинск отметили знаменем русской православной церкви. Деревянный крест появился на третьем километре в сторону Коми. Дорога на Ринмарусинск теперь отмечена крестным знаменем русской православной церкви. Через три километра после поворота на Коми воздвигнут деревянный поклонный крест. Сегодня он был освящен в честь святителя Николая. Традиция устанавливать монументальные кресты возникла давно. Такие памятники призывают к поклонению Спасителю, поэтому и именуются поклонными. Теперь путники смогут помолиться и спросить благословения Божия перед трудной поездкой по Зимнику. К тому же освящение креста символизирует начало строительства в дороге, которая соединит заполярье с большой землей. Люди, которые живут здесь, которые знают на самом деле, как нужна не только дорога, но и помощь Божия. В том, чтобы каждый отправляющийся и возвращающийся в родные пенаты был под покровом Божиим, защищен молитвами и благодатью Божией. Поздравляю с этим великим деланием. Епископы Аков и прихожане епархии совершили молебен. Завершилось освящение крестным походом к Тундровой часовне, установленной год назад. В Оксе на ремонты образовательных учреждений завершат 20 августа. Об этом заместитель главы администрации Светлана Макарова доложила Галине Медведевой. Руководитель департамента образования, культуры и спорта посетила образовательные учреждения и проверила подготовку к новому учебному году. Сегодня идут ремонты в детском саду, пришкольном интернате и школе. В здании детского сада приводят в порядок спальни и игровые комнаты малышей. Устанавливают также новую сантехнику. В пришкольном интернате и школе полностью отремонтирован первый этаж. На втором этаже идет покраска стен, полов, жилых комнат и классных помещений. В новом физкультурно-оздоровительном комплексе осталось завершить отделочные работы, установить тренажеры и спортивные оборудования. Ожидают переезда и библиотека. Теперь она будет располагаться в новом двухэтажном здании, выполненном в стиле избы русского севера конца 19 века. В прошлом году на территории города ликвидировано 6 свалок. Прокуратуре совместно с Росприроднадзором удалось привлечь к наказанию организаторов несанкционированного сброса мусора. Но только меньше его не стало. Как грибы после дождя по всему лесу растут новые поляны отходов. На борьбу с мусором выходят добровольцы, люди, которые приезжают просто в лес отдохнуть. Что не поход в лес, 3-4 пакета с мусором в багажнике. Николай с женой любители отдохнуть на уютных лесных полянах. Только ближе к лету их правильнее называть отхожими. Ассортиз бутылок, одноразовой посуды и остатков еды, последствия пикников, стиральные машины и газовые плиты – наплевательского поведения некоторых людей. Они вывозят свой мусор прямо в лес, туда, где отдыхают люди. Возле контейнера положено, я говорю, спецавтохозяйство, найдет технику, вывезут. Металлолом же можно сдать, металлолом принимают, во всяком случае, дрова спалить. Но тут практически ничего не остается. Нерадивые владельцы снегоходов и автомобилей даже не подозревают – их железо совсем не украшает лес. Перед отдыхом особо восприимчивые наринмарцы очищают поляну. Только их гораздо меньше, чем равнодушных – тех, для кого личное удобство и комфорт превыше всего. Таких брошенных машин в лесу можно найти десятки. Стараясь сэкономить на утилизации, хозяева оставляют их прямо здесь, в лесу, совсем не задумываясь о возможных последствиях. О том, чтобы собирать тут грибы и ягоды, не может быть и речи, как минимум 10 лет. Экологи подсчитали срок разложения мусора, который чаще всего встречается в лесу. Быстрее всего расщепляются пищевые отходы – до одного месяца. Офисной бумаге и картону понадобится минимум 10 лет. Столько же – консервные банки из-под тушенки. Период распада более сложного мусора исчисляется сотнями лет. Кирпичи, бетон, щелочные батарейки и автомобильные покрышки будут гнить в земле более века. Брошенная в кусцы стеклянная бутылка задержится там на целое тысячелетие. А это – как минимум 12 поколений. Только мириться с мусором люди не хотят. Ежегодно в прокуратуру поступает заявление о новых лесных свалках. В июне 2015 года прокуратурой округа выявлены несанкционированные места складирования отходов на территории города Нарьянмара и на территории поселка Искателей. В Нарьянмарский городской суд направлен один иск об очистке захламленного земельного участка по улице Пустозерская, принадлежащего Ненецкой агропромышленной компании. Подготовлены три иска о ликвидации свалок в районе переулка Озерный в поселке Искатели и улица Рабочая в Нарьянмаре. Организаторов свалок ждет штраф. Физические лица заплатят от 1000 до 3000 рублей, должностные – от 3 до 5. Наибольшая сумма – от 10 до 30 полагается индивидуальным предпринимателям и компаниям. Только зачем платить штраф, если можно обойтись и без этого? В районе города работает полигон твердых бытовых отходов. Стоимость принятого кубометра – не более 100 рублей. За сданные цветные и черные металлы, аккумуляторы можно получить неплохую сумму. Их принимают на бывшей торговой базе города. Даже если за вывоз мусора придется выложить деньги, незамеченными вы точно не останетесь. А как минимум доставите людям удовольствие отдыхать в чистом лесу. Валентина Чебичик, Роман Делимарский, телеканал «Север». И далее выпуски. Месяц на отдых. В следующем году россиян освободят от работы примерно на 29 дней. Самыми продолжительными каникулами по-прежнему останутся новогодние. Около ста окружных школьников, находящихся в трудной жизненной ситуации, вернулись из Крыма. А там они провели свои каникулы. Дети 21 день отдыхали в оздоровительном лагере «Троянда» на Черноморском побережье. В аэропорту окружной столицы ребят встретила наша съемочная группа. Мне понравились лагеря. Ну, мне понравились только вожатые. Как мы ходили на море. Отдыхали. Много новых знакомых встретила, которых я раньше никогда не видела в городе. В самом центре. Много интересного, аквапарки. Дельфинария. Я видела море. Мы купались. Было интересно. Ну, хотелось бы всем отрядом купаться, но мы купались по 10 человек. Связь мы поддерживали именно с сопровождающими. Два раза в неделю нам постоянно отзванивались. Если какие-то были текущие вопросы, форс-мажорные, там, отключение воды какое-то время, то есть нас ставили сразу в известность. Таких вот ситуаций, каких-то критичных не было. На смену ребятам, прилетевшим из крымского лагеря, сегодня отправилась следующая группа детей из Ненецкого округа. Увидеть боевую технику времен Великой Отечественной войны, пострелять из макета винтовки Мосина – все это стало возможным для участников образовательного форума «Ладога-2015». В этом году он посвящен юбилею победы в Великой Отечественной войне и году литературы в России. Сегодня, во второй день форума, прошли соревнования среди команд-участниц. В роли командиров выступили главы субъектов. О результатах расскажет наш корреспондент Любовь Пермякова. Она сейчас работает на «Ладоге». Закончилась игра «Мобилизация военно-спортивная». Наша команда, мы можем ее поздравить, пришла в числе первых. Мы все задания выполнили на «Отлично». Губернатор Игорь Викторович Кошин был у нас командиром команды. Ну, он вообще остался результатами доволен. Вот еще хотелось сказать про открытие. Здесь не только выступали люди, здесь прошел парад техники. Организаторы пригнали сюда технику, с которой принимало участие в Великой Отечественной войне. Они прошли маршем колонной по нашей главной площади форума «Ладога». Потом все дружно сканчивали вальш 45-го года. Когда мы танцевали парами, нас показывали на экране, параллельно показывали вальшку в 45-м году в честь победы. Потом мы все встретились, все обнимались. Было объявлено, что вот закончилась война и победа за нами. И все дружно кинулись обнимать так, как это было в 45-м году. Как отдыхать будем? Министерство труда России подготовило проект постановления о переносе выходных дней в следующем году. Планируется, что в 16-м россияне будут отдыхать аж 29 дней, то есть почти месяц. Но это в общем. Согласно Трудовому кодексу, дни с 1 по 8 января считаются праздничными и нерабочими. А так как 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье, то выходные переносятся на 3 мая и 7 марта соответственно. Новогодние каникулы начнутся 1 января в пятницу и продлятся по воскресенье 10 января. На День защитника Отечества вся страна будет отдыхать три дня подряд с воскресенья 21 по вторник 23 февраля. Но для того, чтобы дни отдыха следовали подряд, в субботу 20 февраля придется отработать за понедельник 22 февраля. Причем этот день будет сокращенным, ведь он предпраздничный. В марте на Международный женский день будем отдыхать 4 дня подряд. С субботы 5 марта по вторник 8 марта. В 16-м на праздник Весны Труда выпадет 4 выходных. С субботы 30 апреля и повторник 3 мая. Ну причем 3-го числа мы будем отдыхать за 2 января. День Победы нам вновь подарит 3 дня отдыха с субботы 7 мая по понедельник 9-го. На День России тоже будем отдыхать трехдневку с субботы 11-го по понедельник 13-го июня. И на День Народного Единства 3 дня подряд тоже с 4-го по 6-е ноября. Напомню, это пока проект постановления. Документ сейчас проходит общественные обсуждения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова